МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире рационального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика в студии Ольга Пырычкина и в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня временно исполняющий обязанности главы республики побывал с рабочим визитом в Новочебоксарске. Михаил Игнатьев ознакомился с проектом реконструкции биологических и чистых сооружений и встретился с коллективом фабрики Зочи. Какие новшества предприятия заинтересовали руководителя региона, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Еще год назад работники этого предприятия готовились к самому худшему. Но экономические трудности фабрики удалось преодолеть. Сейчас она продолжает работать в привычном темпе. На этой фабрике выпускают более 30 моделей дверей из натурального шпона. Сейчас их реализуют во всех регионах страны и недавно стали поступать заказы из Крыма. Сдерживать конкуренцию на этом рынке предприятию удается за счет дешевых цен. Такая стратегия позволяет занимать ниши заводов, которым пришлось приостановить свою работу. Произошло некое перераспределение рынка. Одни не смогли сюда адаптироваться. Кто-то сумел, в частности компания Зочи, она сумела адаптироваться. Заняла ту нишу, которую высвободили их конкуренты в прошлом. Это, наверное, политика, когда происходит распределение, когда потребительский спрос падает. И того, что компания хотя бы сохранила те же позиции, нужно, безусловно, подумать о цене своей продукции, о качестве, о цене, о ценном диапазоне тех потребителей свойств, которые сегодня в этих дверях сосредоточены. Новочебоксарские фабрики в прошлом году оказали и государственную поддержку. На закупку современных станков из регионального бюджета предприятию было выделено более 1 миллиона рублей. Модернизировать цеха здесь стараются каждый год. Недавно приобрели вот такую установку, которая в считанные секунды наносит узоры на дерево. Временно исполняющий обязанности главы региона нашел время, чтобы пообщаться с работниками фабрики. Сейчас здесь трудится более 400 человек. Причем, уверяют руководители, их средняя заработная плата превышает 18 тысяч рублей. Дмитрий Ковалев, Иросль Мухаммедов, Республика. Другие подробности визита Михаила Игнатьева в Новочебоксарск мы покажем завтра в программе Республика. Правительство Чуваши на сегодняшнем заседании рассмотрело перечень расходных обязательств муниципальных образований, финансируемых за счет средств республиканского бюджета. В повестке дня были также и другие вопросы. Министерство экономического развития Республики разработало прогнозный план социально-экономического развития Чуваши на 2016-2018 годы. Показатели разработаны в двух вариантах. Первый, базовый, исходит из менее благоприятного сценария развития экономики. Когда высокие риски сохранения невысокого инвестиционного и потребительского спроса. Когда предполагается продолжение санкций со стороны США и Европейского Союза. При втором же варианте ожидается наиболее полная реализация потенциала экономики Республики за счет повышения конкурентоспособности, импортозамещения и эффективности бизнеса. Мы постарались учесть, как вы, Михаил Васильевич, говорите, все основные субъекты предпринимательства, которые участвуют в формировании валу регионального продукта, в индексах промышленно-сельскохозяйственного производства, в обороте розничной торговли, в инфляционных процессах. Причем инфляционные процессы рассчитывались, исходя из... Мы максимально пытались учесть все сезонные факторы, которые у нас проявляются. По оценке Минэкономразвития индекс промпроизводства в 2015 году составит 98%. Начиная с 2016 года экономический рост возобновится в пределах 100-102%. По первому варианту и до 103-х по второму. Наиболее высокие сегодня темпы у нас достигнут в промышленности производства электрооборудования, электронного оптического оборудования, химического производства машиноборудования. Причем здесь показатели больше 10%. То есть в химии больше 10%, в машинах там больше 10%, в электротехнике больше 10%. Но, к сожалению, это все не позволяет нам сегодня скомпенсировать тот спад, который наблюдает в тяжелом машиностроении. И единственное, мы тоже с вами разговаривали о том, что если в ближайшее время изменится ситуация с концерном тратом завода, то я думаю, что показатели у нас будут несколько лучше. Хороших показателей ожидают и сельхозтоваропроизводители. 102% это выполнимый показатель, с учетом тех объектов, которые мы вводим в этом году, на следующий год будем вводить. Если не будет никаких катаклизмов, то все-таки это 102%, я считаю, что он выполнен. По этому году 103% мы оцениваем. Сейчас уборка уже начата, 1700 гектаров убрали. Урожайность пока 2,9 центнер с одного гектара. В прошлом году 2,3 центнера. Но я думаю, что это пока первоначально. Я думаю, что на уровень прошлого года, если мы выйдем, то уже соберем больше зерна, чем в прошлом году. Где мы получим точки роста? Это птицеводство, свиноводство, необрабатываемые земли, которые не сего в буроте, где-то 45 тысяч уже должны дооформлять. Собственник или арендатор там должен появляться. На этих землях должна тоже выращиваться сельхозяйственной продукцией. У нас тем более мало земель. Поэтому первый вариант, Янбрич, 102,5%, а второй вариант, это минимум 105%. Продукции востребованы. Соответственно, на сегодняшний день, как никогда, в государственной политике федерального центра сельское хозяйство является приоритетом. Все отрасли на сегодняшний день, динамики сокращаются по направлению финансирования, а сельское хозяйство получает дополнительные. Михаил Игнатьев посчитал оба варианта прогноза пессимистичными. Занижены текущие показатели и перспективный потенциал роста. В частности, по промышленному сектору в аграрной сфере. И рекомендовал Минеку доработать документ. Первый заместитель министра здравоохранения и социального развития Чувашия Татьяна Богданова доложила о состоянии здоровья населения Чувашской республики в 2014 году. В государственном докладе отмечено, что реализация социальных проектов, Программы модернизации здравоохранения позволили за 5 лет снизить общую смертность И смертность от инсульта, достичь снижения показателей младенческой смертности. Систематическая профилактическая работа помогла выявить онкологические заболевания На ранних излечимых стадиях, что стало возможным за счет расширения скрининговых и других программ. Михаил Игнатьев подчеркнул, что благодаря комплексной работе удалось достичь хороших показателей. Сейчас главное добиться повышения удовлетворенности населения медицинской помощью. Пациентам нужны не только высокие технологии, но и чуткость, внимание и добрые отношения. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. На дворе середина лета, а в России уже готовятся к зиме. Каким будет отопительный сезон, обсуждали сегодня на видеоконференции. Ее провел вице-премьер страны Дмитрий Козак. Аварий в отопительных системах становится все меньше. Зима в российских регионах проходит все спокойнее. Однако расслабляться рано, отметил вице-премьер страны Дмитрий Козак. Есть в отдельных субъектах Российской Федерации тревожные сигналы, планы. Принятые планы не выполняются. В целом по стране, по состоянию на сегодняшний день, финансирование жилищно-коммунального хозяйства существенно снижено. Знаю, что субъекты Российской Федерации предпринимают усилия по оптимизации расходов бюджетов. Но жилищно-коммунальная сфера, тот сектор экономики, который обеспечивает жизнь всей страны, не должны оставаться на периферии вашего внимания. Во-первых, ситуация с доходами в регионах не такая уж плохая, как ожидали еще в начале года, отметил вице-премьер. Во-вторых, тем регионам, у кого все же есть финансовые проблемы, окажут адресную поддержку. Сегодня с федерального бюджета оказывается необходимая помощь по поддержке бюджета в целом, по предоставлению и бюджетных кредитов. Далее, чем вчера на заседании трехсторонней комиссии, принято решение о распределении дополнительно 120 миллиардов рублей кредитов. Это существенная помощь. В Чувашии подготовка к отопительному сезону идет по графику. На совещании обсудили вопрос обеспечения россиян чистой питьевой водой и развития единой информационной системы ГИС ЖКХ. Система проходит апробацию и в Чувашии, республика, пилотный регион. Всего четыре субъекта вошли туда. Это Пензенская, Ивановская, Тамбовская и вот Чувашия вошла. В рамках этого 209-го федерального закона, согласно ГИС ЖКХ, будет проводиться раскрытие информации не только управляющими компаниями и ресурсоснабжающими, где каждый житель может посмотреть по своему дому все начисления по всем ресурсам, показания счетчиков. Может посмотреть, иметь ли компания, которая управляет ее дом, лицензию на право проведения этих видов работ. Планируется, что система заработает в полную силу в начале августа. Ежегодно по федеральной программе переселения из аварийного и ветхого жилья люди получают новые квартиры. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта решили узнать, как обстоят дела у переселенцев в Ибресе и Мариинском посадин. Жители дома номер 26 по улице Кооперативная, что в поселке Ибресе, много лет ждали своей очереди на новое жилье. Однако надежды на комфорт не оправдались. В новом доме нет горячей воды, электричество работает с перебоями, а подвал затоплен водой. Жильцов начали заселять еще в декабре 2014 года. Но дом до сих пор не обслуживает ни одна управляющая компания. Сюда зашли, мы очень обрадовались, да. Даже всего этого не видели. Потом уже трещины пошли везде. Вот мы детям вечером приготовить не можем. Накормить детей мы не можем, потому что все с работы приходят, все плиты включаются, и все у нас выбивает. Жители самостоятельно убирают в подъездах и благоустраивают территорию. Но если это им по силам, то решить проблемы с подачей света и откачать воду из подвала они не в состоянии. Жильцы неоднократно обращались в администрацию и в районную прокуратуру с просьбой о помощи. В 19-м мы будем подводить итоги. Завтра мы решим вопрос по назначению управляющей компанией. По горячей воде у нас здесь начало отопительных сезонов, все жильцы получат горячую воду. А остальные вопросы мы решим уже буквально завтра. По истечении двух месяцев приедем сюда с следующим визитом. И после этого уже будем принимать или делать, как это говорят, соответствующие оргвыводы по отношению к исполнительной власти этого района. Еще сложнее дела обстоят в Мариинском посаде. Дом по адресу улица Чкауова, 67, был признан аварийным еще в 2006 году. Но вместо сноса, старого и постройки нового дома он был отреставрирован. При этом несущая конструкция и фундамент остались прежними, а сверху был достроен мансардный этаж. Если он признан аварийным, как вы тогда на существующий аварийный дом, который находится в аварийном состоянии и не обеспечивает безопасное проживание граждан в этом доме, надстраиваете третью мансардку? Сотрудники администрации Морпосадского района не смогли ответить на многие вопросы. Поэтому в ближайшие дни они пообещали предоставить в региональное отделение Общероссийского народного фронта запрашиваемую документацию. В понедельник отчет будет предоставлен в Москву, в Центральное отделение Общероссийского народного фронта. Алексей Табинов, Олег Якимов, Республика. Состоялось первое заседание предвыборного штаба кандидата на должность главы Чувашии Михаила Игнатьева. Напомним, что 20 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата на должность главы региона. Им стал Михаил Игнатьев. Как сказал руководитель штаба Николай Николаев, здесь собрались неравнодушные люди. Те, кто хочет видеть республику развивающейся, кто сам немало для этого делает. Прозрачное отношение между бизнесом, между властью позволяет на сегодняшний день иметь такую инвестиционную привлекательность. И мы в десятки лучших регионах по этому показателю. Мы также среди лучших регионов по управлению бюджетными средствами. Конечно же, это все кропотливая, серьезная работа, которая осуществлялась на протяжении вот этих 4-5 лет. И я думаю, что население нашей республики прекрасно понимает, что нам сегодня нужна стабильность, нам сегодня нужно единство. Пять лет прошли в большой напряженной работе, сказал Михаил Игнатьев. Многое сделано. Это и открытие новых промышленных производств, и развитие малого и среднего бизнеса в районах республики. И создание благоприятного инвестиционного климата для тех, кто хочет вложить средства в экономику Чувашии. Выверенная социальная политика тоже дала свои результаты. Только развивая экономику, только вкладывая инвестиции в человека, мы можем получить в конце новый продукт, продукт конкретно сосудный, то товар или услуги, которые продаются в этой конкурентной среде рыночной экономики. Мы работали открыто, мы работали честно, ничего не приукрашивали, никакими приписками не занимались. Есть и задачи, которые только предстоит решать. Они касаются стратегических направлений, от развития которых зависит многое. И об этом тоже говорили на заседании штаба. В числе приоритетных – открытие завода по производству жгутов для автомобильных кабелей, завершение строительства индустриального парка, завода по переработке мусора. Ключевыми перспективными объектами должны стать высокоскоростная железнодорожная магистраль, перерабатывающие комплексы на селе и Чебоксарская ГЭС. Наша республика в ближайшие пять лет будет развиваться еще с большими темпами. Мы все для этого готовы работать. На заседании штаба были вручены удостоверения доверенным лицам кандидата. В их числе известные в республике люди. На этой неделе завершается приемная кампания ВУЗы. Последний день подачи документов – 24 июля. Бюджетных мест в этом году почти на 9% меньше, чем в прошлом. Минимальная стоимость платного очного обучения в ВУЗах республики – 57 тысяч рублей в год. Самое дорогостоящее обучение – на специальностях дизайн, дирижер и вокалист. На втором месте по дороговизне расположили специальности информационно-технического, энергетического и машиностроительного профилей. Министерство образования и науки России запустило горячие линии по приемной кампании 2015 года в организациях высшего и среднего профессионального образования, в том числе и для лиц с ограниченными возможностями. Обе горячие линии будут работать по будням с 9 до 16 часов до 1 октября 2015 года. В Чувашии объявлен конкурс для заключения договоров на осуществление регулярных пассажирских перевозок. Сейчас в республике действует 81 межболосной автобусный и 558 внутриреспубликанских маршрута. Работать на них могут те перевозчики, которые получили право работать по итогам конкурса. В 2015 году действовало 466 межмуниципальных маршрутов, и на 117 из них истекло действие договора. Необходимо вновь проводить конкурсы. Минтранцам Чувашской республики на 50 маршрутов торги уже проведены. Несмотря на то, что 13 июля вышел новый федеральный закон за номером 220 об организации пассажирских перевозок, у Минтранца есть предписание по оставшимся 67 договорам, срок которых истек, необходимо по этим маршрутам провести конкурс. То есть на сегодняшний день проведены консультации с УФАСом Чувашской республики, с прокуратурой Чувашской республики. Исходя из того, что есть предписание, то мы должны его исполнить. Следственное управление СКР по Чувашии в Урмарском районе проводит проверку по факту гибели двух мальчиков. Дети, не поставив взрослых в известность, пошли играть на пруд, зашли в воду и утонули. Одному из мальчиков было пять, другому всего три. Трагедия произошла в пруду у деревни Арабоси Урмарского района Чувашия. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и проводится судебно-медицинская экспертиза. Следственное управление Следственного комитета по Чувашской республике выражает обеспокоенность в связи с имеющими местом фактами гибели детей на водоемах. Только в этом году в Чувашии в результате несчастных случаев на воде погибло уже шестеро детей. И за весь прошлый год восемь. Одна девочка погибла на Новосельском пляже в городе Чебоксары. Все остальные погибшие – жители сельской местности. Как правило, малолетние, без ведома взрослых, в течение короткого промежутка времени уходили с их поля зрения, покидая разрешенную для их прогулки территорию возле дома, самостоятельно направлялись к водоемам, расположенным неподалеку от места их проживания, и в результате неумения плавать гибли. Взрослые всегда должны знать, где находятся дети, и не позволять им плавать в необорудованных местах. Каждый должен сделать все возможное, чтобы несчастных случаев на воде не было. В честь Дня Донора и в рамках Всероссийского музыкального конкурса в поддержку донорского движения под названием «Муз Артерия» на площади перед главным корпусом ЧГУ имени Ульянова начал работать мобильный комплекс заготовки крови. Наши корреспонденты узнали, чем отличаются данные акции от других донорских проектов. Федеральный проект стартовал в 2011 году, когда среди молодых исполнителей прошел конкурс на создание гимна донора. В последующем проект видоизменялся, но неизменным оставался социальный подтекст, привлечь внимание общества к проблемам донорства. Сейчас акция проходит под названием «Муз Артерия», представляет собой роут-шоу, своего рода турне по регионам России. В течение нескольких месяцев проходил музыкальный конкурс по отбору лучшей песни о донорстве и крови. Десять финалистов впоследствии записало совместные дуэты с нашими отечественными звездами шоу-бизнеса. И эти песни прозвучали на финальном концерте в Москве на АВДНХ 14 июня. После чего был дан старт проекта роут-шоу, который пройдет от Москвы до Владивостока. То есть подобные акции пройдут еще в 20 городах России. Чебоксары по счету третий город. Как считают организаторы, с помощью молодых исполнителей легче донести до жителей любого города главную мысль. Быть донором – почетная социальная миссия. Ежегодно в Чувашии сдают кровь более 16 тысяч человек. Но ее все равно не хватает, особенно редкой группы. Такие доноры на вес золота. Их знают поименно. Сегодня вот за час работы мобильной станции уже сдали более 20 человек. Среди доноров это и первичные доноры, молодые люди, которые все-таки услышали об этой акции и решили принять участие в ней. И есть, конечно, наши кадровые доноры, которые понимают, что это нужно делать, что это всегда полезно и для здоровья, и для пациентов Чувашской республики. Только за один день удалось собрать более 20 литров крови. А это значит, что чьи-то жизни спасены. Екатерина Куприна, Олег Якимов, Республика. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь с национальным телевидением Чувашия. Редактор субтитров А.Семкин